Данная презентация – это первое знакомство с принципами реляционного введения учета животных в реабилитационном центре летучих мышей экспериментального отдела мелких млекопитающих Московского зоопарка. Разработчики базы данных – Меркулов Владимир Николаевич, мастер-инструктор в области офисных приложений Microsoft, и Кондратьева Лидия Владимировна, ведущая зоолог отдела. Начиная с 2017 года, в отделе был собран уникальный с научной точки зрения и колоссальный по своему объему материал. По традиции, все данные, связанные с жизнью животных, хранятся в формате Excel. Однако, поскольку Excel выполняет задачу организации данных внутри одной таблицы, с целью проведения преимущественно цифрового анализа, собранный материал оказался разбросом по нескольким файлам и множеству несвязанных между собой таблиц. Такое положение весьма затрудняет поиск нужной информации и проведение эффективного анализа. Решить проблему оказалось возможным с помощью переноса всей накопленной информации в реляционную базу данных, в нашем случае XS. XS – это тоже таблица, но эти таблицы связаны между собой, отсюда и понятие реляционной, то есть связанной. Реляционная база данных типа XS способна выполнять сложные запросы для обобщения и анализа разноформатной информации, обращаясь к совокупности таблиц. С помощью базы данных не составляет труда практически моментально узнать всю историю животного с момента его поступления в отдел. Кроме того, XS – это удобные формы ввода информации, которые распределяются по разным таблицам автоматически. И, конечно, отчеты. Все это делает выбор именно реляционной базы очевидным. История животного хранится в нескольких связанных между собой таблицах. Их совокупность представляет своеобразный паспорт, который вручается зверю при регистрации и обновляется по мере необходимости. Перечислим эти таблицы. Таблица регистрации включает общие сведения о конкретном животном. Таблица ухода – это описание его текущего состояния, кормления и ветеринарных манипуляций. Таблица кольцевания содержит информацию о номере кольца, реакции зверя на процедуру кольцевания и прочее. Таблица размещения информирует о том, где находится зверь в каждый конкретный момент. Таблица спячки фиксирует время, проведенное зверем в этом состоянии, и изменение его весовых параметров. Таблица забора биоматериала – это кто, когда и какой биоматериал получил от каждой конкретной мыши. Таблица передачи раскрывает историю перемещения животного к волонтеру и обратно в отдел, и, наконец, фиксирует момент его выбытия по той или иной причине. На данный момент в базе данных собрана информация о 650 особях. Все перечисленные таблицы компактно размещаются на одной форме, состоящей из нескольких вкладок. Первая вкладка содержит общую информацию о животном. При необходимости сюда можно поместить фотографии или документы. Перебирая вкладки, мы обновляем или добавляем информацию без долгих поисков нужной записи. В отличие от работы в Excel, все записи автоматически отфильтрованы программой заранее, и все изменения фиксируются в нужной таблице по мере их завершения. Уход Кольцевание Перемещение из помещения в помещение Спячка Взятие биоматериала Передача мышей волонтерам и получение их обратно. Все в одном месте. При необходимости меню навигации позволяет отправить информацию по почте, используя локальные настройки почтового клиента, или перейти на карточку другого зверя, воспользовавшись фильтром. После нажатия на кнопку печати, которая также находится на панели навигации, формируется и выводится на панель отчет о регистрации конкретной мыши. Летучие мыши Понятно, что летучие мыши не сами попадают в отдел. Людей, которые подобрали зверя и принесли в отдел, мы условно называем контактами. Есть те, кого мы называем волонтерами. Они забирают мышей на передержку от корма на выпуск. Есть спасатели. Это люди, специализирующиеся на реабилитационной деятельности. Вся информация, которую удалось собрать на листах Excel, также помещена в базу данных и привязана к конкретным животным. Например, Анна Сорокина брала двух мышей. Одну она помогла готовить к спячке, а другую брала на время. Оба зверя были возвращены в центр. Всего в базе данных имеется информация о 108 контактах, 10 волонтерах. 42 спасателях. И, конечно, 13 сотрудниках отдела. Несомненным достоинством реабилитационной базы данных является возможность построения динамических отчетов. Это означает обновление содержания любого отчета по мере изменения данных в таблицах. В нашей базе представлены более десятка всевозможных отчетов, охватывающих различные виды деятельности отдела. На таблице представлены лишь некоторые. Коротко об их содержании. Этот отчет содержит информацию обо всех мышах, находящихся на данный момент в отделе. То есть во всех помещениях, включая холодильники, куда их перемещают на время спячки. Все мыши в отчете сгруппированы по типу. Инвентарный номер мыши, выделенный синим цветом в отчете, это ссылка на ее карточку в базе данных. Отчеты имеют два представления. Экранный, вы сейчас видите на слайде именно экранный отчет. На экранном отчете работают ссылки, работает функция фильтрации данных, ну и прочее. Все, что можно делать на обычном листе, того же Excel, работает здесь в отчете. Есть отчет так называемой предпечатной презентации. Этот отчет формируется специально для вывода на печать. Мыши по списку. Этот отчет содержит информацию обо всех мышах, которые находились на листах Excel к моменту создания базы данных. В отчете мыши также сгруппированы по своему типу. Кроме этого, есть дополнительная информация о кличке, половой принадлежности, месте приобретения и имени человека, передавшего мышу в отдел. Инвентарный номер мыши также, как и в предыдущем отчете, это ссылка на ее карточку в базе данных. Выбытие мышей. Этот отчет содержит информацию обо всех мышах, которые по той или иной причине выбыли из отдела. Причин может быть несколько. Смерть, выпуск, природа, выпуск в московском зоопарке, передача волонтеру на выпуск, передача на постоянное место жительства. В отчете также указаны мыши, причину выбытия которых установить не удалось. Любой отчет – это информация именно к тому моменту, когда она требуется. Все своевременно. В начале рабочего дня сотрудник, занимающийся уходом за мышами, наверняка захочет узнать, где и в каком количестве находятся его подопечные. Вот этот отчет как раз и отвечает на данный вопрос. А поскольку содержимое отчета формируется в зависимости от введенного временного параметра, то легко узнать, как обстояли дела на любую предыдущую дату. В результате в базе данных находятся 25 таблиц, которые нам расскажут обо всем, что происходит с животными в отделе. 33 запроса, которые помогают интерпретировать данные таблиц в нужном для нас виде. Хотя разработчики попытались предвидеть все возможные ситуации, при необходимости количество запросов может быть увеличено. 50 форм, которые используются для просмотра и ввода данных. Это количество не должно смущать, поскольку большинство форм скрыто от глаз пользователя и работает в фоновом режиме. 15 базовых отчетов. Их количество также может быть увеличено по мере необходимости. А что дальше? Дальше будет еще одна видеопрезентация. После знакомства с принципами построения базы данных, в следующей презентации мы поговорим о меню программы, принципах навигации и о том, насколько просто найти нужную информацию в нашей базе данных. На этом все. Конец презентации. По всем вопросам обращаться по адресу info-support-mail.office-defisprofi.ru или кондратьева.лидия.собака.gmail.com Спасибо. Спасибо.